Где живешь? На Московском? На Московском. Идешь куда? В поликлинику? На Пирогово? Да. Зубчик лечит? Ну можно же не дойти здесь. Ну а как не дойти? Ну я что ж пьяный что ли? Этот участок один из самых опасных. Трех полоска, по которой с вокзалов Рязань-1 и Рязань-2 в стороны Москвы, едут поезда дальнего следования, а также транспортные поезда и электрички. Переходить здесь запрещено, есть специальный знак, но люди на него не обращают внимания. Если нет забора, значит можно идти. С другой стороны, всю железную дорогу огородить невозможно. Транспортным полицейским остается только раз за разом объяснять горе пешеходам. Прогулка по путям может стоить жизни. Не надо суд, мне побыстрее. Все спешат. Вот, пешеходный мост есть специально. Я понимаю, пользоваться маршруткой можно. Для этого есть специально установленное место. Вот, пожалуйста, мост, пешеходная дорожка. Проходите там, в безопасности вы находитесь и все. Можно до суда и не дойти. Мужчина вроде бы согласился пройти на московский через мост, но через несколько минут транспортные полицейские увидели его перебегающим в припрыжку пути чуть дальше от места, где проходит рейд. Вот здесь расстояние 50 метров до специально оборудованного места. Люди сокращают и эти метры, ну, можно сказать, что это метры их жизни. То есть, вот прошел ты 50 метров лишних, остался жив. Пошел ты по кратчайшему пути через железную дорогу, можешь погибнуть, либо получить травмы. Таких нарушителей сначала предупреждают, потом выписывают штраф. Сумма небольшая – 100 рублей. Поэтому единственное, что можно сделать, попытаться убедить людей не ходить здесь. Основные категории риска – пожилые люди и подростки. Рассказывай, куда ты сейчас идешь? Я иду на московский с друзьями, чтобы погулять в Ашане. Хорошо. Сколько тебе лет полных? Мне 14. 14 лет. В какой школе учишься? В 40-й. В 40-й. В 40-й школу мы тоже приходили, лекцию читали вам. Ты знаешь, что хождение по путям запрещено в неустановленных местах? Иди сюда, родной, я тебе покажу. Вот, смотри. Знак специально повешен. Тогда через мост сейчас мне пройти, да? Тебе нужно не сейчас пройти через мост, а ходить только через мост. Основная причина, почему подростки могут попасть под поезд – банальная невнимательность. Капюшон очень серьезно ограничивает видимость. То есть, возникает эффект туннельного зрения. И помимо того, что капюшончик надет, молодой человек или девушка не видит ничего вокруг, она еще и не слышит, потому что в наушничках. Поэтому мы всегда объясняем и рассказываем, что при переходе необходимо снять капюшончик, вынуть наушнички из ушей, посмотреть направо, налево, даже на специально оборудованных переходах. В этом году в Рязанской области зафиксировано 25 случаев травмирования на железнодорожных путях. Из них 5 травм несовершеннолетних, 2 со смертельным исходом. Транспортные полицейские на каждом таком опасном участке раздают памятки и просят внимательно относиться к своей жизни. В начале учебного года они придут в школу, находящуюся поблизости, чтобы еще раз напомнить, где и как можно переходить железнодорожные пути.